Сегодня вы езжаете? Сегодня в 11.30 июля, 2016 года, суббота. Во сколько? В 11 часов вечера Андрей Устинов за нами приедет. И вас отвезет? Вы знаете, что рассчитается, там надо как-то провезет. А там во сколько поезд будет? Час. А, хорошо, вам недолго ждать. Недолго, да. Там еще мы к Сеськовым заедем, нам мед, 600 битов нам меду, да, мы купили мед. Вот, тогда вы можете взять кое-что. И хочу поблагодарить вас за все поучения, которые здесь получили ребята. Уезжают они измененные, то есть они изменились, это чувствуется, благодаря пребыванию здесь. И мне будет, что есть, показать родителям, и чтобы они вот это, то, что они здесь получили, сохранили у себя там. Да, понимаете, это как родители отнесутся. Спасибо, Христос. Вот в Новосибирске у меня поехали двое. Один приехал домой, это мать в ванну, она сразу заглянула. А что у тебя веревка какая-то грязная-то? Убери ее. Мам, да, это... Ну что тебе? Отстригла ее, выбросила и все. Теперь посмотри, где он есть. Другая мать. А что это у тебя, мама, это поясок. Это нельзя, там про него в Библии написано. Нам сказали так, видишь, мама, четыре узла, чтобы не развязалась. Ну давай, сынок, я развяжу, ты один конец держи, а я другой постираю. И он в ванне уже сидит, она его постирала. Вот теперь этот конец береги стиранный, а теперь я постираю. Теперь завяжи его. Результат совершенно другой. Вот вы говорили, я тратил время, приходил, беседовал, какие темы были. И они понимали, что труд облагораживает землю и человеческую душу. Они видели, как конфликты разрешаются на их глазах. Вот эти, даже четверо всего лишь, мы ждали, это будет больше. Ну, хотели больше приехать. Ну, вы работаете зима, зима впереди. Если будет благополучно, и у нас все как есть, то, значит, видите, как сказали, тут продает. Какое-то, вот что-то, тут разговора нет, наоборот. Ну, теперь он еще крепче держаться будет. Мы старались, а уж как получилось. Значит, 2 августа, там, помолитесь, лагерь консервируется, так сказать, до лучших времен. А это абсолютно невозможно. Подключен суд, прокуратура, они что угодно могут делать. Видишь, нам спасти детей было трудно. А теперь это просто дома, в которых живут люди, пригласили, и каждый отдельно готовит. А в домах они проверять еще власти не имеют, жалобы не было. Жалобы нет, и по домам ходить, проверять, брать, что ты варил, что ел, пока таких указов нет. Роснадзор туда еще пока не вошел. Ну, дойдет время, может, и это будет. Но пока вот так. Программу я изложил. Для этого что нужно? Волонтеров приобретать дома, ремонтируют. Вот сейчас у меня сколько есть. Еще, Виталий, можешь поучаствовать в ремонте домов, тут где-то что-то носить. Когда мы закончим с прудами. Тут такая работа сейчас принадлежит. Ну, лагерь закончил существование. Совершенно закончил. Я уже буду не начальник. Со 2 августа не начальник лагеря. Все. 45 лет мы закрыли его, законсервировали. Теперь каждый сам по себе может приглашать и дальше. По-другому нельзя. Выражу благодарность всем, кто эти годы был, трудился. 2 числа я соберу у Лены, придешь. Ты один из главных помощников. Мне тоже можно приглашать. И ты там придешь. И ты большую работу делала. Ну, все на этом, хлопцы? Так, сколько по времени-то? 25 минут седьмого. Седьмого? Да. Ну, наверное, я посещу вас. Седьмого. Я сейчас дойду домой, освожу, приду к вам. Все на этом. Мы получили хороший урок, Виталий. Седьмого. Нет, не так дороги. Ему не поменю. Будьте. Ну, да. Это...